Лукашенко намекнул, что готов торговать политзаключенными с новым правительством Польши. В народное ополчение будут брать только ябатик. Лукашисты заявляют, что СМС-повестки будут обязательными только в военное время. Так называемое правительство запретило ввозить в Беларусь латвийский алкоголь и продукты, а Лукашенко окончательно потерял калийный рынок. Это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем выпуске. Добрый вечер, дорогие зрители и подписчики нашего канала. Сегодня, как и всегда, мы с вами поговорим о самом главном. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Ну а мы начинаем. Ну а начнем мы, пожалуй, с новости о том, что в Минске силовики задержали беременную женщину за красно-белый зонт. Белорусскую задержали на втором переулке Багратиони. Женщина шла по улице с зонтом неправильных цветов и демонстрировала его другому лицу с целью публичного выражения своих общественно-политических настроений, говорится в решении суда. Женщина, в свою очередь, объяснила, что просто пряталась под зонтом от дождя, но суд почитал это пикетированием и оштрафовал белорусскую на 1850 белорусских рублей. Как стало позже известно, женщина находится в состоянии беременности и воспитывает двоих детей. Так называемое правительство запретило ввозить в Беларусь латвийский алкоголь и продукты. Ввод ограничений лукашиста объясняет необходимостью принятия ответных мер на решение Латвии закрыть пограничный автомобильный пункт пропуска селения. В перечне запрещенных к ввозу товаров находятся кофе, джемы, желе фруктовое, мармелады, фрукты, орехи, соки, воды, пиво, крепкие спиртные напитки, а также некоторые текстильные и керамические изделия. Данное постановление вступит в силу после его официального опубликования. Также Следственный комитет возбудил дело против латвийских чиновников. Силовики считают, что неназванные официальные лица Латвии причастны к преступлениям против безопасности человечества. По словам представителя Следственного комитета, латвийские чиновники виновны в гибели 12 мигрантов на границе. А еще следователи обвинили Латвию в еврофашизме идеей превосходства белой расы, а пограничников назвали карательными батальонами. Последователи еврофашизма на системной основе осуществляют незаконную депортацию, акты жестокости и насилия, вооруженные вытеснения, пытки, издевательства в отношении иностранцев. Некоторые жертвы умирают в попытках пересечь границу, а их тела выбрасывают за забор карательные батальоны Евросоюза. Данный беспредел обусловлен молчаливым согласием должностных лиц Латвийской республики, продвигающих идеи расового превосходства и авторитаризма. Вопрос, а что по этому поводу говорят врачи? Если такие есть среди вас, обязательно пишите в комментариях. Лукашисты заявляют, что СМС-повестки будут обязательными только в военное время. Как заверил начальник генштаба Гулевич, при обычном призыве оповещение не заменит бумажную повестку. А вот СМС, по его словам, станут только дополнительным способом уведомления о необходимости прийти в военкомат. Также Гулевич добавил, что создавать отдельный орган или назначать должностное лицо для контроля за получением СМС-повесток пока не планирует. При этом гражданин в военное время будет считаться надлежащим оповещенным при доставке такого сообщения на указанное им в ходе сбора учетных данных номер абонента, заявил вояка. Служба службой, а кого же будут брать в народное ополчение? Сегодня стало известно, но многие догадывались, что в народное ополчение будут брать только ябатик. Ведь другим там делать просто нечего. Об этом практически прямо говорится в положении о порядке формирования этих подразделений. Ополченцев будут набирать с учетом отношения кандидата к проводимой государством политики, готовности его к участию в вооруженной защите страны, а также уровня его военной подготовки. А вот заниматься ополченцы в основном будут патрулированием дорог и охраной важных объектов, возможно, сельских магазинов. Для этих целей боевым ябатикам выдадут оружие. А потом, видимо, в Брюссель поедут на танки. Лукашенко намекнул, что готов торговать политзаключенными с новым правительством Польши. Нелегитимно заявил, что якобы общается с польскими властями по закрытым каналам и допустил торг политзаключенными при определенных условиях. Приведу цитату. Но это не значит, что завтра там поменяется политика в отношении Беларуси. По закрытым каналам мы с ними разговариваем. Они предъявляют мне какие-то условия. Ты там этого отпусти, этого отпусти. Он закон нарушил, как я его отпущу? Для этого должны быть определенные условия. Мы суверенное и независимое государство. Мы будем проводить ту политику, которая в интересах нашего народа. Вот этим все сказано. Если они готовы на это, завтра мы готовы пожать друг другу руку в любом месте и готовы с ними сотрудничать, заявил Лукашенко. Также диктатор назвал Дональда Туска, который, как ожидается, возглавит польское правительство проевропейским политиком и допустил улучшение отношений как с Польшей, так и с Литвой. Ну и напоследок. Лукашенко окончательно потерял калийный рынок. Канадская компания Nutrien опубликовала квартальный отчет, исходя из которого цены на калийные удобрения за последнее время упали более чем в два с половиной раза. С 633 долларов до 250 за тонну. Это означает только одно. У Беларуськалия сейчас очень большие проблемы. Скорее всего, чистые доходы компании сократились до всего лишь 20-25% от прежнего уровня, что ставит под сомнение утверждение самого Лукашенко и гендиректора Беларуськалия Головатова о стойкости как предприятия, так и всей экономики страны в целом. Ну а более подробно о ситуации рассказал руководитель НАУ Павел Латушка. Ссылку вы найдете в описании к этому ролику. Ну что ж, на этом наши новости подходят к концу. Более подробную информацию можете найти у нас в телеграм-канале. Не забывайте про подписку, лайк и комментарий. Слава Украине! Живе Беларусь!